Братья и сестры, здесь в Киеве когда-то была Великая Киевская Русь, Новый Иерусалим, это Киев Сюда пришли святые, как по преданию на эти горы показал апостол Андрей Первозванный И сказал, видите горы сии, здесь будет град великий Киев это Новый Иерусалим, славянской цивилизации Сюда пришли Рюриковичи, вне зависимости от того, права или не права, нормандская теория Отсюда все началось Киев и Новгород были два великих столпа Древней Руси Так продолжалось до 13 века, когда пришли монголы, сделали свой набег на Русь И спустя, в начале 40-х годов, три русских князя, Черниговский, Михаил Киевский и Ярослав Поехали на осмотрены в Каракарум Монголы не могли управлять этой территорией, им было тут страшно в этих темных лесах Особенно им было в страшных лесах, там где сейчас Москва Представляете, как сейчас уйдешь в лес, в непогону, становится неуютно А что это было в 13 веке? Историки пишут, что еще в конце 18 века поездка из Чернигово в Белую Церковь, 200 км длиной, была экстремальным путешествием Нанимали отряд охраны, в основном стали сдвигаться по рекам И каждые 5-10 км путников поджидали неприятности В 13 веке это был экстрем тур невероятной по селе напряженностью И была далекая окраина, там за Москвой, куда уехал Юрий Долгорукий, вернее, за Москвой рекой И Владимиро-Суздальское княжество, самое северное, было абсолютно дремучей периферией Но так или иначе, поскольку монголы ходили через Рязань, а потом ушли на северное Владимирско-Суздальское княжество Михаил, все трое, Ярослав, Суздальский князь, тоже поехал на смотрение Они ехали год в Каракаруму, в Монголию И там монголы сделали красиво Михаил Киевский отказался проходить языческий ритуал Мешкострув его убили за отказ Михаила Черниговского, очень народистого, такого гордого князя, спровоцировал младший дружинник из дружины Ярослава Он убил его и, соответственно, был казнен по приказу хана Остался один, Ярослав, отец Александра Невского И когда они посмотрели в глаза друг друга с монгольским ханом, верховным каганом Они очень быстро поняли, что нашли друг друга Это монгольский архетип Россия Китайские мудрецы научили россиян, что главным ресурсом являются предатели собственного народа Серые и черные, и предатели так называемые Поэтому Россия всю историю с 13 века начинает наследовать этот монгольский архетип Она приходит на свободные территории, начинает их таранить, посылать людские волны Одну за одной, одну за одной, одну за одной И рано или поздно витязи с противоположной стороны заканчиваются Когда они заходят, они делают ставку на обиженных На тех, кто был в нормально функционирующем государстве европейского типа Был самым изгнанником, таким изгнанником оказалась северо-восточная Русь И все эти Ярославы, и все эти Александр Невские Князья без престола, по сути У которых большие проблемы были в Новгороде, с вольным городом Которых они хотели подгнать к Нахтю, пользуясь некоторыми военными успехами И новгородцы их постоянно выгоняли Так вот, дальше начинаются странности Вообще весь монгольский поход на Русь, это странности с военной точки зрения Но давайте поход разберем в другом видео А сейчас мы посмотрим на факты исторические Разоренное дотла Владимира Суздальское княжество Через 7 месяцев после разорения совершает освободительный поход на Чернигов Как это оно смогло собрать войска и пойти на сильнейшее тогда русское княжество Черниговское Которое было в пике рассвета Вот так вот, 70% этих войск составляли монголо-татары Они не смогли отбить это все Чернигов И ушли в освоясь с неудачами А дальше больше началось Александр Невский, наследуя своего папеньку Они поняли вся эта династия, что это уникальный шанс Уникальный шанс переменить всю систему престола наследия Киевской Руси Распределение фондов и ресурсов И сделали ставку на монголов Александр Невский помогал монголу водить под карательные походы на Русь На северо-восточную Он водил сюда монголов, вырезать собственных соотечественников Он подавлял восстание, которое поднимал его родной брат Андрей Тогда же была ставка сделана на русскую православную церковь Будущего московского патриархата Для того, чтобы это было подавляющей силой для народа Тогда этот гнусный трюйм врата родился Ордынский архетип, русская православная церковь Московского патриархата И так называемые московские князья Будущее Здесь мы в Киеве Киев довольно быстро поднялся из земли Руси И уже к 60-м годам 13 века здесь начались очень активные восстания И с помощью литовцев мы выпнули отсюда этих монголов И Киев был свободен уже начиная с 60-х годов То, что от Киева осталось 13 века В 1362 году произошла решающая битва Называется битва на Синей речке Когда литовские князья навешали монголам по самое не хочу И те убежали очень далеко Было ли Куликовское поле, неизвестно Даже современные российские историки честно признают Что это скорее всего перепев этой самой битвы на Синей речке Как мы знаем Крымская Мухану А это осколок Золотой Орды Развалившегося государства Платила дань еще Екатерине Великой Они так и печатали на монетах Что они вассалы Крымского хана Так вот Ордынская традиция очень крепкая Здесь она так и не закрепилась усилиями Данила Галецкого Усилия литовских князей А россияне вобрали ее кровь до плоти И вот с тех пор мы поделились Здесь остались нормальные русские А там начали появляться их россияне Никто никогда до Петра I не называл Московию Россией Это изобретение Петра I Все знали, что русские, Русь здесь, в Украине Украина имела два названия Украина и Русь Богдан Калицкий писал, что он князь русский Вернее, гетьман русский А князем русским был Еремия Вишневецкий Который был католик Он говорил, что я воевода русский, князь Лубенский И так далее, Пятое-десятое Нас так и называли, Руси Мы наследники Киевской Руси Над нами светятся крылья Михаила Святого Михаила Над нами раскрывают свои покрова Богородица А вот это вот северная окраина, которую с одной стороны сделали китайские мудрецы, монгольские ханы А потом их историю написали по заказу Петра I и Екатерины Великой, немецкие профессора Это разгадка, кстати, того, почему написание немецкими профессорами заказной истории Почему французские Луи у них Людовики, а Анри Генрихи Это просто немецкое прочтение французских именов Если бы писали французы, мы бы не говорили Людовик XIII или XIV Мы бы говорили Луи или Анри вместо Генриха IV Но писали немцы Так вот у них абсолютно насквозь выдуманная история На основе этой выдуманной истории они сейчас убивают украинцев Лезут сюда, хотят нас затоптать У них родовая травма у московей Родовая травма заключается в том, что им очень хочется совершить этноцит украинцев Чтобы нас вообще не было Тогда они смогут завязать свой болтающийся внизу корень на земли Киевской Русти и привязать к истории У них нет такого права У них остался только один рассадник Кипа-Печерская Лавра Но мы его тоже очень скоро освободим Они политические и культурные наследники Золотой Орды Москва это не третий рим, это второй сарай И последний сарай Сарай будет подожжен русским народом с разных сторон Так вот о русском народе Несмотря на то, что Москва в крови утопила Рязань, первую встречавшую монголов всегда В крови утопила казацкую вольницу Утопила в крови Новгород, который был вторым центром демократичности, свободы истинного русского духа Ростки русского духа остались Существует движение, которое называется «Русские за Майдан» Знаменосцем одной из сотен Майдана был парень из Питера Который шел впереди, нес знамя высоко своей сотни И рисковал так, как не рисковали многие из его товарищей украинцев Существует движение «Русские за Майдан» Те ребята ездят с нами регулярно на театр военных действий Они отстояли весь Майдан Но сейчас они организовали сбор средств для украинской армии Уже поступило около 25 тысяч гривен И первый тепловизор, который мы купили на него, мы передали нашим военным Они сражаются за нашу и вашу свободу, дорогие наши русские братья Мы очень четко отличаем здесь, не верьте вашей пропаганде, мы очень четко отличаем здесь русских от россиян Россияне это наследники монгольской орды Они рады сидеть с сапогом на шее ордынским Потому что русские князья, вернее московские князья и цари одеты в монгольские сапоги, которыми давят русские шеи И они очень рады затопить здесь все в крови И чтобы украинцы прекратили существовать, либо переписались все в русские Этого не будет А будет Майдан в Москве Режим падет, сарай будет подожжен с обеих сторон И вместе с русскими братьями там будут сражаться украинские, кавказские, татарские, польские и другие добровольцы Этот режим московский должен быть прикончен И он будет прикончен в обозримое время И тогда по-настоящему вокруг Киева и Новгорода снова объединится Русь европейского типа Очень сильное, мощное, креативное, творческое государство И мы всех русских настоящих приглашаем строить вместе этот будущий новый мир Когда наши корабли будут бороздить космические пространства Да, и мы будем снова центром славянской цивилизации До встречи, братья, в Москве